Вы смотрите информационную программу «Время новостей» на телеканале ЛАБА. В студии Лилица Океан. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Глава Вознесенского сельского поселения Владимир Коробкин досрочно сложил полномочия. В войсковой части 3219 состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Национальной Гвардии России. Депутаты Совета Вознесенского сельского поселения собрались на внеочередную сессию. Главный вопрос на повестке дня о досрочном сложении полномочий главы Вознесенского сельского поселения Владимира Коробкина. На внеочередной сессии Вознесенского сельского поселения депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения. Владимир Коробкин покинул пост по собственному желанию. Александр Семеряков поблагодарил Владимира Максимовича за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие Вознесенского сельского поселения, решение жизненно важных проблем своих земляков и вручил благодарственное письмо от имени главы района. К данному решению главы депутаты отнеслись с пониманием и проголосовали единогласно. В его адрес звучали добрые слова. Владимир Коробкин поблагодарил всех, кто был рядом и поддерживал его все эти годы. Исполняющим обязанности главы поселения назначен Александр Ноздринов, который ранее замещал должность заместителя главы Вознесенского сельского поселения. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Игорь Чигаев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Национальной гвардии России. На территории войсковой части 3219 состоялся митинг. Лучших военнослужащих наградили командование и представители власти. День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается с 2017 года. Этот праздник призван сохранить преемственность воинских традиций и повышать престиж службы в войсках Национальной гвардии. Командир войсковой части 3219 обратился к личному составу. Немало героических страниц. События, показавшие его важность и востребованность. Еще летом, в 1812 году, батальоны внутренних стражей одними из первых вступили в бой с авангардом наполеоновских войск. В Великую Отечественную войну части соединения стояли насмерть под Москвой, Ленинградом. Самоотверженно воевали на рубежах Сталинградского рубежа. И, конечно, мы всех будем помнить о благодарности и смелости тех, кто помогал эвакуировать население из зоны Чернобыльской аварии, выполняя служебную боевую задачу в различных горячих точках. В праздновании Дня Росгвардии принял участие глава Лабинского района. Игорь Чигаев подчеркнул с трибуны, что Национальная гвардия – наследница славных традиций внутренних войск. Сегодня мы отмечаем вместе с вами праздник. Войсковая служба Национальной гвардии небольшой период, но создана по инициативе нашего президента. Это, конечно же, на всех вас налагает дополнительную ответственность. Помимо самых главных стратегических своих обязанностей – это служить Родине, обеспечивать безопасность страны, Кубани, Лабинского района, вы всегда вместе с нами на всех наших самых значимых мероприятиях Дни района, 9 мая и многие-многие другие праздники. Не буду рассказывать об истории вашей части 32.19. Мы совсем недавно с вами встречались на юбилее, и очень много об этом говорилось. Я хочу сказать и поблагодарить вас от лица всех жителей Лабинского района, потому что сам факт наличия такой боеспособной профессиональной воинской части на территории Лабинского района дает возможность обеспечивать стабильность, мир и гармонию в нашем районе. Приказом командира части лучшие военнослужащие получили поощрение. Глава района также наградил в честь Дня Национальной гвардии России отличившихся. От имени главы городского поселения с праздником всех поздравил и его заместитель, который также вручил награды военнослужащим. На трибуне председатель организации «Боевое братство». С 1992 года мы дружим с вашей частью, поскольку принимали участие в встрече, приеме и размещении вас. И вот на самом деле на все мероприятия мы проходим как к себе уже домой. Известно, что солдат войну не выбирает, но если Россия прозвала его, на свою защиту он обязан стойко, смужественно и с честью выполнить свой воинский долг. Как это вы сделали и в Чечне, и в Дагестане, и в Осетии Северной, а порой даже ценой своей жизни. После митинга состоялось возложение цветов и венков мемориалом на территории войсковой части в память о погибших военнослужащих. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». В Майкопском учебном центре 291-й артиллерийской бригады Ордена Суворова прошли военно-полевые сборы среди казачьей молодежи Лабинского городского казачьего общества. Под руководством опытных инструкторов войсковой части были организованы занятия по инженерно-саперной, медицинской и строевой подготовке, проведены боевые стрельбы из автомата Калашникова. Многие участники показали отличные результаты в огневой подготовке. В выезд организовали атаман Лабинского городского казачьего общества Василий Козлов и казаки-наставники Евгений Ткачёв и Сергей Ермак. Такие сборы дают казачатам начальные навыки военной подготовки, которые в дальнейшем пригодятся им на службе в армии, отметил атаман Василий Козлов. «Задача этих сборов – призывнику подготовить к службе в армии, а молодых казачат, маленьких казачат, значит, приучить к военной службе, потому что так исторически было заведено в кубанском казачьем войске, вот они назывались казаки-малолетки, с 8-летнего возраста они уже проходили такую военную подготовку в станичных казачьих обществах под руководством атамана, опытных наставников, офицеров. Так было, так есть, и так, я думаю, будет всегда на Кубане, в кубанском казачьем войске». Далее смотрите программу «Актуальный разговор». На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok